Ребята, смотрите наше видео, которое я снял с Полом Андре де Вера, о том, как необходимо сегодня продвигать сайты с простыми методами и секретами. Чтобы вы знали, Пол работает в компании, которая оценивается 54 миллиарда долларов, и он там курирует SEO направления, поэтому было огромное удовольствие получить эти знания и поделиться с вами. К сожалению, Пол говорит только по-английски, но не беспокойтесь, мы все перевели, и смотри это видео до конца, и ты будешь четко знать, куда тебе необходимо идти. Простые советы и хитрости SEO в 2021 году, секреты первого места в рейтинге Google. Попасть в Google сложно, если используете только общие стратегии. Вы не должны напрягаться и связаться в открытую, пытаясь успехи и хитрить своих конкурентов. Понимая это, вы сможете анализировать своих конкурентов, чтобы найти их слабые места. Верно, Анатолий? Да, я полностью согласен. Знаешь, я часто вижу, когда вебмастера терпят неудачу, они пытаются превзойти крупных игроков в топ-10 результатов выдачи, просто копируя их стратегии. Ты знаешь, многие клиенты спрашивают меня, можете ли вы украсть трафик и продажи у моих конкурентов? Я часто им отвечаю, не делайте этого. Лучше искать их слабые места. Если у них есть такой трафик, они сильны со своими позициями, могут иметь много ссылок или хороший контент. Лучше искать их слабые места и обойти их с правильной стратегией контента. То же самое и с Илоном Маском. Когда он основал Тесла, он не пытался победить крупные автомобильные бренды, такие как Тойота, БМВ. Он обнаружил их слабости и направления, которые они игнорируют. Сегодня мы видим, что Тесла – это компания номер один по производству автомобилей. Точнее, по своей капитализации она стоит более 600 миллиардов долларов. Это намного больше, чем у всех других автомобильных компаний. Поэтому я часто рекомендую своим клиентам искать слабые, а не сильные стороны конкурентов и нацеливаться туда. Кстати, расскажи, как ты настраиваешь свою контент-стратегию? Что касается меня, я настраиваю свою стратегию для каждого клиента под конкретного человека. Для каждого клиента это всегда разные стратегии. Это в каждом бизнесе, с которым я работаю. Ты хочешь убедиться в том, что, как сказал, нужно искать слабости. Да, нужно найти пробелы в контенте, чтобы узнать, где есть перспективы, и ваши конкуренты не ранжируются. И вы можете восполнить эти пробелы, а затем вытеснить их. Я имею в виду, что вы можете найти слабые места через пробелы в использовании ключевых слов. Это то, с чего я всегда начинал бы с любым клиентом или любым бизнесом. Ага, я полностью согласен. И я часто вижу, когда веб-мастера тратят несколько минут или несколько часов на создание своей стратегии. Это не работает. Нужно потратить хотя бы несколько дней. Знаете, на анализ большого количества контента уходит минимум 10-15 дней. И подумайте, как вы можете создать что-то лучшее, но много лучше. Я часто вижу, когда веб-мастера пытаются охватить множество тем, чтобы создать посредственный контент. И это сегодня не работает, потому что это не социальные сети. Для Google вам нужно создавать гораздо лучший контент. В 3 раза лучший контент. В 10 раз лучший контент. Чем у ваших конкурентов. Только после этого делайте свой прыжок в топ. Мои клиенты часто спрашивают, сколько страниц мне нужно создать в месяц. Сколько статей написать для моего блога. Знаете, что вам не нужно этого делать. Эффективнее создать одну статью, но лучшую статью. А после первого удачного прыжка сделайте еще один. Кстати, подскажи, как найти копирайтеров, потому что клиенты часто спрашивают меня, где найти хороших писателей, знающих нашу тему. Что ж, копирайтеров нужно искать. С этим часто сложности. Это непростая задача, потому что найти подходящего копирайтера может быть очень и очень сложно. Для этого вам, возможно, придется найти специалиста в профильной области, того, кто обыкознает отрасль. Итак, что бы я сделал? Я бы просматривал профильные сообщества и пошел брать интервью у одного из его участников. Например, если есть кто-то из, скажем, биткоина, густые, которую вы пытаетесь писать, найдите эту эксперту, опросите его, задав несколько четких вопросов. А затем вы легко сможете создать часть хорошего контента по этой тематике, используя ответы. Потому что вы ссылаетесь на эксперта, и Google любит это. Google любит размещать контент и факты, связанные с определенными экспертами в своей области. Да, знаешь ли, я думаю, что копирайтеры сами обратились в Google, потому что до SEO люди не знали об этой профессии. Обычно люди могут только переписывать статьи из ТОП-10 в выдаче Гугла, но они не могут предоставить что-то новое и уникальное. Например, если вы заболели, вас заинтересуют тексты копирайтеров, не имеющих медицинского образования, лучше выбирать контент от врачей, которые могут предоставить вам что-то полезное. То же самое и с любимыми темами, лучше сотрудничать с экспертами, потому что люди часто потребляют контент из ТОП-10 в поисковой выдаче. Если они видят одну и ту же информацию, им неинтересно читать дважды. Например, когда вы смотрите новый фильм и после этого смотрите фильм с таким же сюжетом, вам уже становится неинтересно. Лучше найти какой-нибудь фильм с непредсказуемым сюжетом, чтобы с удовольствием провести время. Вот, например, почему я часто говорю своим клиентам, создавайте меньше, но зато качественно. Кстати, а ты, Пол, что думаешь о параметре и IT? Это то, что очень-очень важно. Так вы можете подтвердить свой опыт, авторитетность, надежность. Я могу дать ответ на твой первоначальный вопрос, где найти копирайтера. У меня есть один быстрый совет, который предлагаю людям, потому что это действительно работает. Пойдите в колледж. Вы можете поискать в колледже людей, которые только учатся писать. Вы знаете студентов, им постоянно нужны деньги, нужна дополнительная работа, пока они учатся. Если вы найдете студентов со специализацией на английском языке, то они будут идеальными авторами для написания вашего контента. Вы можете дать им советы о том, как брать интервью у людей, где искать контент, как его исследовать, как форматировать готовый материал. Это то, что вы определенно можете сделать. Просто пойти в колледж и найти тех студентов, которые ищут интересную работу. Знаешь, одному моему клиенту я сказал найти всех блогеров, которые пишут на эту тему. И мы создали список из 300 блогеров. После этого мы проверили их контент, комментарии, публикации в соцсетях, органический охват и SEO-трафик. В итоге у нас остался список из 20 человек, и мы обратились к ним. Из них только два человека ответили нам. Да, мы согласны и хотим сотрудничать с вами. Мы потратили три месяца, чтобы найти этих двух человек, но ничего страшного. То же самое и с другими нишами. Трудно найти экспертов, которые подскажут и направят вас на правильный путь. А что с параметром EIT? Например, если зайдете на мой сайт, вы увидите мою фотографию и мое имя. Если откроете мой блог или раздел биографии, вы тоже увидите мою фотографию. Потому что люди хотят сотрудничать с людьми, и им интересно, когда вы делитесь своей фотографией. И то же самое с другими веб-сайтами. Просто разместите больше информации о себе, поделитесь своей историей, вызовите чувство доверия к себе. Что ты думаешь об этом, Пол? Абсолютно верно, Анатолий. Одна из главных вещей, на которой мы должны сосредоточиться в 2021 году, выбор приоритета. Потому что есть много направлений, с которыми мы можем поработать. Но из них только 20% приносят нам доход и зарабатывают деньги для бизнеса. Это то, на что нужно акцентировать внимание. А как ты расставляешь приоритеты в работе, когда сосредоточен на своих задачах в SEO? Например, я обычно создаю контент-план на 20 тем, на 50 тем. Это не имеет значения. Мне просто нужно почувствовать, что я могу создать что-то лучше, чем существующий контент. И после этого выбираю приоритеты. Пока я настраиваю одну страницу, и я не трогаю другие. Когда чувствую, что больше не могу усилить или улучшить эту страницу, то я беру другую страницу. Не пытайтесь создать 2, 3, 5 страниц за один раз. Приоритетнее создать один лучший контент, потому что речь не только о его написании. Вам нужно отредактировать контент, нарисовать дизайн, оптимизировать поисковые системы, обеспечить веб-разработку для улучшения скорости сайта. И даже это еще не конец. Потому что вам нужно продвигать контент и обеспечивать построение ссылок. И да, и я думаю, что линкбилдинг это наиболее сложная задача в SEO. Что ты думаешь о линкбилдинге? Думаю, тут все зависит от сферы деятельности. Если вы занимаетесь B2B бизнесом, если вы большая компания, вам не нужно беспокоиться о наращивании ссылок. Вы получаете все поиски лизы, получаете все упоминания и тому подобное. Но есть то, на что нужно сделать акцент. И здесь я хочу вернуться к выбору приоритетов и стратегий. Есть одна вещь, которую я делаю каждый раз, когда работаю с бизнесом или новым клиентом. Это то, что я легко могу сделать. И называется анализом слабых мест. Анализируйте существующий контент и обновляйте его вместо того, чтобы создавать новый. Сперва дорабатывайте контент, который уже существует. Посмотрите, где есть какие-то возможности для улучшения. Добавьте ключевые слова, которые имеют большую частоту поиска. Если сайт на второй странице выдачи, то нужно срочно оптимизировать эти страницы. Вы сразу получите повышение своего рейтинга и трафика, просто улучшая слабые места вашего контента. Потому что это легко сделать. Google увидит это и будет повышать ваши позиции. Еще вы можете изменить мета-заголовки, добавить ключевые слова в несколько раз, чтобы получить нужное платное схождение. Именно это может быстро принести пользу вашим клиентам. Хорошо, спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Прокомментируйте его ниже, поделитесь с ним в социальных сетях, и увидимся в следующий раз.